Растут курсы, растет и плата коммунальных. Плата за ЖКХ зависит от региона, но повышение затрагивает всех жителей России. В 2020 году среднестатистическая семья тратила на услуги около 5000 рублей. А вот годом ранее этот показатель был ниже. И тут не нужны специальные исследования. Коммуналка заметно выросла в цене и это бьет по карману. Все подорожало. Каждый год дорожало. Если мы раньше заезжали, мы платили где-то 3000, то есть это нормально. А сейчас 6200, сейчас будет зима, будет такая цена 6200. Марина вместе с семьей проживает в трехкомнатной квартире и такая сумма для нее является существенной. С ней согласна и другая жительница Тамара. Она родилась и выросла в Калининграде. Сейчас, когда женщина осталась без супруга, оплачивать жилищно-коммунальные услуги стало гораздо тяжелее. В месяц пенсионерка платит почти 4000 рублей. Ну что делать? Отказывай себе во всем. В 2020 году жители региона отдавали за коммуналку в месяц чуть выше 3500 рублей. Средний показатель по стране 5093 рубля. В этом году сумма значительно выше. А вот дороже всего жилищно-коммунальные услуги обходились москвичам почти 11000 рублей. Дешевле всего населению Горного Алтая. Порядка 2500. Мы вышли на улицу города и решили узнать у гостей региона, сколько им обходятся ежемесячные обязательные платежи. За две квартиры мы платим 15 тысяч. С 2007-го платила 2700, а сейчас около 8 тысяч. 8 тысяч мы платим за хрущевку. В Госдуме разработали проект, где предлагается запретить взимание комиссий за коммунальные услуги. Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Также хотят увеличить число льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг.